Вот здесь, в новом 17-этажном доме жилого комплекса «Пригород Лесное» совсем скоро справит новоселье Владислав Абрамчев. Собственная квартира ему положена по губернаторской программе «Жилище», которая предусматривает вручение ключей детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Влад воспитывался в приемной семье. С 18 лет стал жить отдельно в доме приемных родителей в Картино. И вот теперь у него появилась собственная жилплощадь. Квартира общей площадью 36,6 квадратных метров довольно просторная. Светлая комната и кухня, большая ванна, есть даже гардеробная. Квартира нашему герою понравилась. Он по-хозяйски оглядел свои новые владения, но нам признался, что еще не решил, как именно их обустроить. Отличная квартира. Я в целом доволен. Надо достраивать, кухню доделывать надо, плюс место, где спать, стол, стулья, да и все. Самое комфортное такое жилье, я считаю, для молодого человека, который дальше будет решать, что ему в этой жизни делать, как ее обустраивать. Ну, мы за него очень рады. Владислав закончил факультет логистики на воздушном транспорте колледжа Московия. Сейчас работает в сфере продаж, но планирует в следующем году продолжить обучение. Я хочу пойти учиться либо в авиационный, либо туда, где есть логистика. Если не получится в МАДИ, то, наверное, в МАДИ. Благодаря управлению опеки и попечительства первые вещи уже появились в новой квартире Владислава. Но самый главный подарок ему, конечно же, вручили в администрации района. От меня лично, от главы Ленинского района Валерия Николаевича Венцеля, от всей администрации, позволь тебе в этой торжественной обстановке вручить ключи. Ключи от квартиры, которые ты по праву заслужил. Просто желаю тебе не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться. И по жизни оставайся таким же умным, красивым, молодым. После вручения ключей и подарка лично от главы района осталось подписать необходимые документы. Напомним, что губернаторская программа «Жилище» в новой редакции работает с 2013 года. В этом году ключи по ней уже получили четыре юноши и девушки. Влад стал пятым новоселом. Спустя пять лет все они смогут приватизировать жилье и распоряжаться им по своему усмотрению. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВИДНЕТВ.